Всем доброго-доброго вечера! Не утро, представляете? Не утро вечера. В этот раз я как-то начинаю видео с вечерней съемки. Я иду домой одна, время полдесятого. Альверт меня не стал встречать, у него промокли ноги насквозь, по колени. Короче говоря, мы ему так и не купили обувь. Ходили в субботу и воскресенье, искали какие-нибудь ботинки вот на такую погоду. У нас идут дожди, 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 подожди. И кроссовки только высокие у него есть. Все, он сегодня в лужу провалился и по самое колено промок. Поэтому я сегодня иду одна и хочу пожаловаться. Пожаловаться на то, что жизнь-то проходит мимо меня. Я вообще ничего не понимаю. Сегодня среда. Сегодня уже среда. Я не поняла, где понедельник и вторник, куда они делись опять в очередной раз. Прошли мимо меня. Среда сегодня прошла мимо меня. Я говорю, у меня такое ощущение, что я живу, а жизнь идет мимо меня каким-то своим ходом. С чемоданчиком. Что мы делаем на данный момент? Готовимся активнее к отчетнику в студии. А еще на работе предстоит конкурс. Называется он «Грани таланта». В нем участвуют педагоги все, которые состоят в профсоюзе. У нас практически весь коллектив профсоюзники. Вот. И я предложила всем коллегам просто-напросто станцевать тот же самый танец, с которым я буду выступать с девочками на отчетном концерте от студии. С намеком на то, чтобы потом из коллектива взять пару человек и добавить в тех, кто у меня выступает от студии. Вот так вот скажем. Согласились? Семь человек согласились. Поэтому я теперь семь человек готовлю здесь. Четыре человека готовлю там. Ноги мои мне говорят, Настя, ты что, фонарела? Оставь нас в покое. Но хочу. Да, я сама на себя опять это взвалила. Мне многие говорят, зачем на себя взваливаешь столько обязанностей? А я вот хочу. Не знаю, почему, но вот у меня какой-то такой прямо вот запал. Я хочу работать со взрослыми. Мне нравится учить взрослых чему-то. Ребятки. Выгорела я, видимо, уже все-таки профессионально, как педагог детский. Мне нравится быть со взрослыми. Мне нравится с ними общаться. И мне нравятся результаты, к которым они приходят, когда я работаю с ними. Вот так вот. Ладно. Все будет хорошо. Жизнь сама решит и покажет, как я буду жить и работать дальше. И чем я буду заниматься дальше. Пока на ближайший месяц у меня конкурс «Грани таланта» со взрослыми. И отчетный концерт со взрослыми и с детьми. Это ближайший месяц планы. Ну и еще пара конкурсов от садика детских. Но это так. Потихоньку. Помаленьку. Мы сегодня идем с Альбертом. И я ему говорю, знаешь, что я поняла? Я так соскучилась по многому наших путешествий. Мне так хочется снимать путешествия наши. Прямо снимать, выкладывать все это, рассказывать о том, куда мы ездим, чем мы занимаемся. Я очень соскучилась по этим съемкам. Ну и вообще по каким-нибудь интересным мероприятиям. Нет ни одного мероприятия в институте фитнеса, в котором я училась. Учусь постоянно, периодически. Нет ни одного мероприятия, ни одного воркшопа. Я все жду-жду. Я, думаю, тут даже заявку сделала. Написала мне в чат, когда будут воркшопы. Ну, вроде бы как. Мне там помаячили, сказали, что будут. Но когда, не сказали. Что, ждем. Моя послушная-послушная девочка. Ученица. Лапки у нее, как у ученицы. Степа, сна, что ли? Все, научилась. Научилась? Как всегда, у меня мусорный мешок на заднем сване. Он почему всегда там стоит у нас? Пошла. У меня куда больше. Смотрите, какой резкий переход. Хоп! Был снег, и сразу резко тротуар. Короче, как я сегодня... Сегодня суббота, и я как ушла из дома. В 9... Нет, наврала в 10 утра. Так я до сих пор еще шатаюсь. Время пятый час вечера. Это у меня были тренировки. Потом я пошла на маникюр. Потом я пошла по магазинам. Потом я пошла на Валберес. Ну, и никак не могу домой вернуться. Немножко расстроена. Иду с Валберес, потому что заказывала вот эту футболку и лосины как костюм. А в итоге лосины идеально стиль. Футболка большая. И я футболку сдала. Сдала, но иду сейчас вот и размышляю. У меня куча всяких маечек. Огромное количество разных футболочек. И еще одна футболка мне будет, наверное, лишняя уже в моем гардеробе. Поэтому я просто-напросто эти лосины буду сочетать с чем-то подходящим. Они мне очень понравились. Вот здесь тысяча. Ну, типа продукты. Типа продукты. Что купила, не знаю. Куда делась тысяча, тоже не знаю. Ну, сейчас, наверное, тысяча, это уже ничто. Это уже так. Чуть-чуть что-нибудь приобрести. Мандарины взяла. Капсулы для стирки. К чаю. Курицу копченую взяла. Кстати, Артем сейчас должен был там приготовить суп из шампиньонов. Обещал с утра. Хочу попробовать. Он ни разу его не варил. Так что я сейчас буду кушать. Сейчас меня покормят. Наконец-то. А где суп-то? Я думала, он... Я думала, он на плите. Ну, давай. Выглядит, а может, он не очень? А по вкусу он будет... А подихай его сначала. А по вкусу он будет очень. Шампиньоны, грибы и... А бекон где? Бекона... Короче, бекона не было, да? Я не нашел нужный бекон. Поэтому... Мясо. Мясо, да? О-о-о-о. Мясо. Сало. Сало. Ну-ка. Балык. Сырокопченый. О, вкусненько. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Что я купила? Квесняшка. Нет, я буду суп. Так. К чаю. К чаю. К чаю. К капсулы. Не знаю, ведь ни разу не пользовалась вот этими капсулами. Попробовать. А хоть где. Сейчас подожди, я все это разгружу. Мандаринки. Витаминки. Кулачка. Ты хочешь прям за мной поухаживать, да? Мою любимую тарелку с мумитролями. Ладно, все, грей. А я пока покажу лосины. Так. Женские штучки. Кстати, в Магнит Косметик сегодня акция 20% на все. Даже на желтые ценники. Вот эту краску я покупаю за 200... Не помню. 250, по-моему, рублей. Она мне вышла 200 рублей всего. Вот. У них такое классное качество вообще. Я прям... Они такие плотные. Сейчас я это дело все расстегну. А, кстати, маникюрчик. Новый цвет пришел у девочки, которая делает маникюр. Сейчас откроем. Так, лосины. Смотрите, какие они клевые. И они идеальны мне по росту и по фигуре. Плотненькие. Прям вот для зала. Прям для зала. А, и самое главное. Мое любимое число. Здесь девушка-боксер нарисована. Они офигенные вообще. Размер S. Размер S. Даже ростовка моя. Класс. Вообще. Лосинами я очень довольна. Жаль, конечно, что сутболка не подошла. Ну, ладно. Состояние, мягко говоря, такое. Ялое. Ой, кромку поставила. Ялое. Ну, уставшее из-за того, что голодное. Мне даже сестра уже говорит, Настя, тебе надо отдохнуть. Я понимаю, что я себя перегружаю работой. И все привыкли к тому, что я много работаю. И для всех это уже норма. Ну, надо отдыхать. Как мне нравится все-таки вот эта ваза с мандаринами. Ну, вообще, когда я кладу фрукты. Очень красиво. Курочка еще хочу. Ушка. Курочка еще хочу. Вот так вот. Так вот свой вкус вкуснее мяса. Еще даже больше. Ты еще не добавлял масла? Еще масло добавлял? Нет? Когда жарил. А, жарил когда? Вообще обалденно вкусно. Мы когда с Альбертом ездили, то ли с юга мы приехали с ним. Короче говоря, откуда-то мы вернулись из очередного путешествия с Альбертом. Артем у нас встречал. Это был, по-моему, август месяц, если я не ошибаюсь. И был шестой час утра у нас. Поезд пришел прямо в том часу утра. Артем у нас приехал встречать. Пошел, вернее. В городе мы в нашем выходили. А накануне он мне говорил о том, что он ходил за грибами. Просто поехал на велосипеде. У меня сегодня на голове. Что это, что это, бухгалтик? Он поехал на велосипеде просто посмотреть, есть грибы или нет. Насобирал грибов. И вот он нас утром встретил и говорит, мам, я грибницу сварил. А ему было, наверное, тогда лет 14. Мы с Альбертом уезжали, по-моему, на сборы с каратистами. Я еще такая говорю, ты его сам ел этот суп? Но я ведь не знаю в 14 лет, насколько ребенок, подросток разбирается в грибах. Я не уверена в нем была. Вот, я его спросила еще тогда, пошутила. Так, черный юмор. Говорит, ты сам этот суп ел? Ну, он сразу понял этот черный юмор. Говорит, конечно, говорит, ел. Вот он нас встретил, накормил, спать уложил. Я говорю, ну, прям настоящий хозяин. Так что я горжусь тем, что мои мальчики готовят. Периодически они готовят сами. Они умеют это делать, и в любом случае они голодными не останутся. Они себе приготовят. Вкуснятина. Класс. Молодец, Артем. Купила какое-то печенье интересное. Ни разу не пробовала. С соленой карамелью. Ага. Съела я твой суп. Съела целиком. Артем подглядывает. Чем ты таким брызнула на меня? Ты руки был, что ли? Ничего себе там. Я говорю, я тут хвастаюсь, купила, я тут печенье. Вот так, так. А тут у нас вообще... Сушки с шоколадом, что ли? Да. Круто. Ну, я хочу попробовать вот это печенье. Соленое с карамелью. С соленой карамелью. Интересно, вкусное, нет? Я сегодня все постельное свое перестирываю. Своё детское. Уже две партии с утра выстирала. Всё он там. Тут кучка. Тут с этой стороны ещё кучка белья. Так. Ну, что такое? Как оно открывается? Сейчас с капсулой попробую. Ух ты! Какая прелесть. Я брала до этого тайт. Они были все одного цвета в одной упаковочке. А тут вон какие интересные. Угу. Так, ну давайте. Пастельная. Как раз подвес пастельного. В общем, я сегодня решила вечер посвятить рисованию. Закончила вот эту часть. Здесь немножко крылья подрисовала. Хочу её закончить, эту картину. Чё у нас там? Котики. У вас уже всё тут? Спокойной ночи, малыши. Да? Соединение жопок. 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 Одна дёпка и вторая дёпка. Не упади. Котики. Котики любимые. Чё-то я есть хочу. Покормить меня не хочешь чем-нибудь? Ничего. Ничего. Я первый раз так завтра кое-что я всё подоставала. Всё я вытаскивала. Ну, я сейчас хочу превратить в это что-то эстетическое. Эстетическое. Доброе утро. Всё, надо уже срочно снова подстригаться. Заколола. И даже хвост сделала. Мотненький. Мотненький хвостик. Кстати, хотела пожаловаться на вот эту тушь. Вообще. Мажешь, мажешь, мажешь ей. Крутишь, крутишь, крутишь. На 150 раз только ресницы прокрашиваются. Поэтому вот два дизлайка. Этой туши не брать. Не надо. Прошло пять минут. Она, может быть, и справляется со своими какими-то заявленными там свойствами. Удлиняет. Объём придаёт ресницам. Но это так долго. Это так долго. Когда ты стоишь, мажешь, мажешь. Короче, здесь только вот из-за этого красивость. А внутреннее её содержимое. Так себе. И вот это тоже так себе. Я всё пытаюсь найти какую-то свою одну идеальную. Но каждый раз нахожу какие-то минусы. В этот раз вот это взяла. Не знаю. Ещё не пробовала. Ещё запечатано. Ну, попробуем. Если это не зайдёт, значит, буду брать уже там. Мы не посоветовали. Я её в корзину бросила. Пока лежит. Но у неё и стоимость такая хорошая. Эти, конечно, что на них там. На них надеяться. Что от них ждать. Они в пределах 200-300 рублей. Это, по-моему, вообще 250. Поэтому они и работают на свои цены. Завтра тренировка стек. Я тут пытаюсь собрать что-то более-менее стоящее. Не слишком, скажем так, не слишком сложное, но не слишком простое. Чтобы клиентам зашло. Так вот. Ростлая связка клиентам зашла. Но она была очень сложная. Капец, что за мешки у меня под глазами. Вообще худое-худое лицо. Почему жиры откладываются где-то внизу? Вот здесь. Вот здесь. Почему не вот здесь? Нима чуть-чуть чочки. Была бы очень симпатична. Так, я перескочила с темы на тему. Прошлая связка клиентам зашла. Вот я её показывала в прошлом видео. Но мы её разучивали три недели. Конечно, она интересная. Она сложная. Это, наверное... Ну, если по тренерским меркам, это второй уровень сложности. Так вот. И клиенты не все берут такой уровень. Им нужно как можно проще, понятнее. Ну, и эффективнее. Вот. Поэтому в этот раз я хочу взять лёгкую связку. Смотрим. Если есть желание, оцениваем. То, что получилось. Ну, нет желания. Просто получаем эстетическое удовольствие. Музыку, естественно, я сверху потом закрою. Той, которая подходит для влогов. Той, у которой нет авторских прав. Но без этого никак. Пока мои видео не пропускают. Которые идут с авторской музыкой. Хотя у многих других видяшки, я смотрю, они выкладывают спокойно. С музыкой с авторскими правами. Ну, видимо, не удаляют. Видимо, не блокируют. Видимо, всё в порядке. У меня, увы, нет. Меня сразу же блокируют. К сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Вот так вот получается на 8 тысячи топов. Всё хорошо. А под музыку какие-то... Третья часть всегда самокосячная. Даже на самой тренировке, видимо, когда уже начинаешь уставать, когда уже пульс зашкаливает. Ладно, утро вечера мудренее, еще целый день впереди, есть время подготовиться, так что успею. Мы сейчас с Альбертом идем в магазин, но прошлой неделе мы так ему не купили обувь, думали, что он доносит прошлогодние кроссовки белые. У него были высокие белые кроссовки. А он вчера с тренировки пришел, у него вся стопа мокрая, лопнула подошва. Ну, что я тут сделаю? Китай-город, он сам-таки выбрал себе кроссовки на тот момент. Так что пошли в магазин. Академия.